Детская площадка Под стадион, оно очень удачное, в центре города, на берегу реки. Это точка притяжения для жителей. И, конечно, она должна быть достойна той локации, в которой находится, и служить жителям города. Благоустройство стадиона «Спартак» началось летом 2020 года. Работы проводят сотрудники МБУ «Звенигородская ремонтно-эксплуатационная служба» и неравнодушные жители города. Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков приехал на встречу с инициативной группой по приглашению звенигородцев. Он ознакомился с уже проведенными на стадионе работами, выслушал пожелания жителей по дальнейшему благоустройству и освещению территории, а также пообещал помочь в приобретении ледового комбайна. Спецтехнику предлагается использовать для содержания всех катков в Звенигороде. В Звенигороде уже порядка семи ледовых катков, они заливаются ручным способом. А для того, чтобы был качественный лед и обеспечить жителей просьбу, чтобы был более качественный лед, для этого необходимо ледовый комбайн использовать, который будет функционировать и как раз отложивать раз в неделю каждую из семи или сколько уже у нас хоккейных коробок. Основные работы по обустройству стадиона планируется завершить в 2022 году к 870-летию Звенигорода и столетию футбольного клуба «Спартак». Стадион – дело сложное, капиталоемкое и быстро это не делается. Поэтому я думаю, что в течение нескольких лет мы постараемся его привести в порядок и сделать его достойным городом. В планах обустройство площадок для игры в баскетбол, волейбол, городки и других объектов для спортивного досуга жителей. А пока Звенигородцев приглашают на очередной субботник по приведению в порядок территории стадиона. Он состоится 23 января с 10 утра до часу дня.